В программу летней театральной акции вошло 13 спектаклей. Это премьера сезона опера «Любовный напиток», «Регалета», «Набука», «Аида», «Лючейда», «Люмирмур», балета «Спартак», «Лебединое озеро», «Шуроле», «Ромео», «Джульетта», а также национальный сценический бестселлер «Золотая Орда». Кстати, по многочисленным просьбам зрителей решили показать еще один дополнительный спектакль. Впервые в рамках акции в Казани выступит и известный столичный коллектив Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Благодаря спонсорской поддержке представители различных социальных групп увидят классические современные постановки. Люди, которые никогда в театр не придут. То есть не потому, что плохой театр там, а потому, что денег просто нет, финансирование, пенсия. Пенсия не позволяет ходить в театр даже вроде бы таким доступным ценам, как наш. И если бы это акции, то они бы, конечно, не вот эти шедевры просто не увидят. Те, кто побывал в театре, познакомились из книги штурмана легкого ночного бомбардировщика ПО-2 «Гвардия полковника авиации в отставке Михаила Сидорова. Оружие победы по имени ПО-2». Это было заветной мечтой самого ветерана издать книгу о военно-героических вылетах. К сожалению, сам автор в театре не появился из-за неважного самочувствия. У подобных акций есть свои постоянные зрители, члены городского совета ветеранов, которые приходят на особо понравившийся спектакль по второму кругу. Сегодня, например, 69 человек. Отружинки тыла, вдовы, инвалиды. Разные категории. Дети войны. Такие акции уже окрестили вторым Шаляпинско-Нуреевским фестивалем. Здесь собираются составы премьерного толка и солисты, которые, несомненно, украшают афиши многочисленных акций и специальных проектов, приуроченных к 70-летию Великой Победы. У каждого человека есть дедушка, бабушка, которые воевали на фронте. Я, конечно же, не исключение. Мой дедушка, дедушка Магариф, его зовут, он воевал на фронте, но, слава богу, благополучно вернулся. Дмитрий Пиаварова, Дмитрий Руженко, Телеканал Эфир.